Итак, когда человек все-таки смог, почувствовал веру, тогда жизнь его начинает резко меняться, он выходит из депрессии и попадает в этот мир на девятой стадии, он не понимает, что здесь делать. Смотрит на этот мир, он вывалился из него на пару лет, попадает в него и так вот, смотрит на него, что здесь делать, не понимает пока. Но он знает, что надо молиться уже в это время. Он целыми днями молится, отшибленный совершенно от жизни. Но рано или поздно жизнь же должна начаться, он думает, мне нужна семья, нужна работа, мне что-то нужно делать в этой жизни. И он начинает принимать эту реальность на десятой стадии, он начинает жить тем, что Бог даёт, принимает это всё. И дальше, одиннадцатая стадия, у него постепенно всё меняется к лучшему, двенадцатая, появляются нормальные возможности жизни, тринадцатая, он начинает видеть, как правильно жить уже, как развиваться. И четырнадцатая, он живёт уже лучше, чем раньше, он развиваться начинает. У него он встаёт на новую ступеньку жизни, у него появляется не только вера настоящая в Бога, но также другой характер, другое отношение к людям, другое отношение к жизни, другое понимание жизни, светлое восприятие мира, то есть он как будто заново рождается. Поднимите руку, у кого это произошло в жизни. Я рад за вас, замечательно. В следующий раз это произойдёт без стресса уже. Только одна ступенька такая через стресс. В следующих будут испытания, но вы будете их проходить уже с молитвой, и поэтому вам легче будет. Стресс один раз в год сады цветут. Ну то есть один раз стресс бывает всего, потом всё нормально. Сады продолжают цвести, но без стресса уже. Спасибо.